В международном мероприятии принимают участие экологи, климатологи и другие ученые, специалисты из России, Японии, Нидерландов, Швейцарии и других стран мира. В рамках симпозиума состоятся пленарные сессии по таким темам, как мерзлотные экосистемы, глобальное изменение климата и биоразнообразие, миграция, трансформация и консервация веществ. Работа симпозиума пролится до 4 ноября. Республика Сахая-Якутия, всего громадной территорией, она сейчас становится все больше и больше объектом промышленного влияния. Сейчас идет активная разработка арктического шельфа и так далее. И в этом плане концепция поведения республики Сахая-Якутия в этом вопросе, она должна быть поставлена во главу тех взаимоотношений, которые руководство республики, в целом республика будет выдерживать. По отношению ИК и части промышленного освоения, по отношению своего населения к вопросам экологии. Ибо климат и экология это составные части одного процесса, которые объединяют основу комфортного проживания не только человека, но и всей биологической зоны во всем его многообразии и на сегодняшний день, и на далекое будущее. Как отмечено, крупный симпозиум собрал более 100 климатологов из 15 стран мира. Подробнее о глобальном потеплении и изменении климата в сюжете Розалии Борисовой. За время работы на территории Якутии появилось 6 уникальных научных станций мирового значения. Они позволяют фиксировать ряд биохимических и климатических изменений в природе. Результаты мониторинга сегодня становятся достоянием мирового научного сообщества. Эти станции находятся в репрезентативных мерзлотных лесных и тундровых экосистемах. Это являются суперстанции. И на этих станциях в рамках 50 международных проектов с 14 странами мира мы проводим исследования. Главными партнерами российских ученых являются коллеги из Японии. Специалисты уже не первый год изучают изменения климата. Естественно, что часть этих изменений имеет естественную причину, но в основном это связано с антропологическим воздействием. Чтобы как-то приостановить эти изменения, в первую очередь нужно сократить выброс СО2 в атмосферу. С 2001 года к совместной работе присоединились Нидерланды. За это время специалисты успели провести исследования в одной из станций в центральной Якутии, Спасская Пать. Мы измеряем уровень СО2, углекислого газа и метана, который выделяется из термофроста. Изучаем, как меняется углекислый газ и другие вещества из-за изменения климата. Многолетняя мерзлота на протяжении нескольких лет тает. Мы фиксируем скорость изменений и его влияние. Систематическое изучение климата с северо-востока России ведется лишь на протяжении 25 лет. По результатам исследований, пока нельзя делать каких-либо прогнозов на будущее. Для этого нужны данные 30-летней работы как минимум. И симпозиум этого года лишь подводит промежуточные итоги исследований климата в Криалитозоне. Розалия Борисова, Владимир Павлов, МВК Саха, Якутск.